Я смотрел демку этой игры где-то год назад, теперь она уже вышла, поэтому, ну, в общем, я буду её смотреть сейчас. Помните эту игру? Тихо, 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 медовед, ты чё, ты чё, ты чё, ты чё? Ооо, бежим! Бежим! Мы в одиночку попадаем на необитаемый остров, там туземцы, крокодилы, злобные гориллы будут вас кусать, бить и обижать. Пропустить интер недопустимое количество обмороков. Обмороки — это люди, которые подписываются на мой канал. Господи! Вдохновлено реальными событиями. Согласно историческим свидетельствам 4 марта 1513 года, три корабля отплыли из Пуэрто-Рико. Эти корабли отправились к далёким островам с экспедицией, возглавляемой знаменитым исследователем и первооткрывателем Хуаном Понседлеоном. Целью экспедиции были поиски легендарного источника вечной молодости — Фонтен-он-Фьёв, как раз это оно и есть. Всё началось в Пуэрто-Рико, когда губернатор Хуан Понседлеон поддержал местного вождя Гуайбанов в войне племён. Солдаты губернатора поставили точку в сражениях, восстановив мир. Благодарность вождь рассказал Понседлеону древнюю легенду своего народа — легенду об острове Бимени, затерянном в морях. По преданию, остров Бимени хранит в своих недрах источник вечной молодости. Любой, кто выпьет воды из источника, сможет обрести здоровье и молодость на долгие годы. Вождь подарил Понседлеона древнюю карту, покрытую письменами индейцев. На карте был изображён неизвестный архипелаг. Можно было понять, где искать эти воды, но письмена требовали дальнейшей расшифровки. Я вспомнил, что это. Ну, прикольная игра, поэтому я её ждал. Капитан поверил в легенду и начал готовить экспедицию. Лучшие учёные моряки Нового и Старого Света откликнулись и присоединились к экспедиции. В экспедицию вышли три корабля — Сантьяго, Санта-Мария и Сан-Кристобаль. Понседлеон был уверен, древняя карта приведёт их к источнику, который принесёт им славу, богатство и вечную молодость. Путь занял долгие четыре недели. На тридцатый день путешествия дозорный заметил впереди несколько островов. Это был тот же архипелаг, что и на карте. Экспедиция была вне пути от цели. Семён. Семён. Семён Свалов, вставай. Мо. Вставай, Семён. Опа-ма. А можно руки спрятать? Как идиот, хожу на бычный. Майкамов, вставай. Факбатов, тоже вставай. Привет, Факбатов. Привет, спишь? Спишь. Завещание на случай, если я погибну от труп дикарей или от старости, или по иной причине до того, как чудотворный источник молодости будет найден. Завещаю Святой Церкви своё имущество, а именно пару ботинок, две рубахи, пару штанов, всё исподнее, а также причитающееся мне жалование в случае успеха экспедиции. Пару ботинок, серьёзно? Прошу считать это своим душеприказчиком капитана Понса де Леона. Боже, боже, захотелось что-нибудь про этих самых ребятушек прочитать. Всякие конкистадоры, там, ацтеки, карибы, там, фрибустиеры. Чё-то давно, я не знаю, по этой теме не загонялась, она такая кайфовая. Ну, именно в плане историй. А так-то там же стили все, конечно. Испанцы! Сражайтесь с животными, используйте блок, вы можете... Я сейчас кулаками буду бить, что это? Это какой-то... Что это вообще такое? Что это за животное? Слушай, ты кто? Ты кто такой? Ты чё, мне доедешь, сука! Кулачный бой! Взял бобру, вломил просто, ну, как бешеный. А, ты отсюда сбежал, видимо, да? Прости, но папа не придет. Папа получил люлей. Папа будет съеден. Он хотел предложить, давай ты веселиться! Кэптэн! Кэптэн! Где ты? Кэптэн! Ты здесь? Где ты, мой кэптэн? Опен ап! Его тут нет. Заметка об артефактах. На исследованных островах мы нашли многочисленные следы культуры индейцев. Особый практический интерес вызывают эти сосуды диковинной формы. Мы нашли два абсолютно одинаковых сосуда на двух разных островах. Оба были заполнены водой. Из интереса я выпил воду из одного сосуда. Она оказалась, на удивление, свежая и вкусна. Через два дня все мои старые шрамы начали проходить, и я почувствовал себя на годы моложе, сильнее и здоровее. Эта вода никак не выходит у меня из головы. Возможно, эти сосуды как-то связаны с источником молодости. Вдруг это и есть та самая живая вода, о которой мне говорил Гуайбана, капитан Хуан Понсо де Леон. Ничего себе! А можно мне пару трехлитровок такой? А то я предыдущий выпил. Люди спрашивают, как ты в 58 выглядишь так. А вот так вот. 17 мая 1513 года. От Рождества Христова. Экипаж Санта-Марии Дереконселесион, в который раз бастует на этот раз, команде не понравилось решение. Капитан об урезании недельной порции Рома. Руководителю экспедиции Понсо де Леону опять пришлось переправляться с нашего корабля Сантьяго. На борт Санта-Марии, чтобы успокоить команду. 24 мая. Мы наконец-то достигли архипелага. Ученые еще не до конца расшифровали индейскую карту, поэтому мы не знаем, какой именно остров нам нужен. Капитан приказал высаживаться на каждый остров и искать там следы источника молодости. 28 мая. Сегодня мы высадились на очередной остров. Здесь тоже не оказалось источника. Но мы нашли второй необычный сосуд с индейскими символами. Сосуд доставили на борт Сантьяго. Он выглядит точно так же, как тот, что мы нашли недели раньше на другом острове. Капитан Понсо де Леон очень заинтересовался этими артефактами. Также мы подобрали невиданного зверька. Он немного похож на хорька и очень агрессивен. Мы заперли его в клетке на палубе. А вот он и выбрался. 29 мая. Ночью один из кораблей экспедиции сорвалось якоря, унесло течение. По всей видимости, на Сан-Кристобале недооценили силу недавно обнаруженного течения и не подготовились должным образом. Мы молимся о попутном ветре для наших товарищей, чтобы они смогли вернуться как можно скорее. 2 июня уже. Так, мы нашли очередной остров. Он достаточно велик, поэтому Понсо дал ему имя – остров Надежды. При беглом осмотре с палубы капитан заметил на острове интересный грот. Он приказал картографу зарисовать его и изучить в первую очередь во время разведки. Высадку решили назначить на следующее утро, а пока было приказано отойти от берега подальше, чтобы нас мог заметить оставший корабль Сан-Кристобале в случае, если догонит нас сегодня. Приехали! Ура! Победа! Я, пожалуй, возьму с собой кожаный рюкзак однозначно. А я могу положить в рюкзак или я тупой? Так, я возьму окниво, чтобы было тепло. Как там говорят? Дай человеку рыбу, он будет сыт один день. Дай человеку удочку, и он, ну, в общем, тоже будет сыт один день. Потому что удочка вкусная. Ладно, погнали. Выпрыгнуть в окно осуждаю, кстати. Буря налетела внезапно. Никто из моряков не был готов к такому. Шквальный ветер и гигантские волны возникли словно из ниоткуда и обрушились на корабль. Паруса порвались в тот же миг, и корабль наткнулся на рифы. Проснувшиеся моряки пытались спасти корабль, но бороться со стихией было уже поздно. Я пришел в себя на песчаном берегу. В голове была пустота, и я не мог вспомнить даже, как меня зовут. Но я был жив, и надеялся, что хоть кто-то из моей команды тоже спасся. А тут кайфово. Я остаюсь. Я остаюсь, чтобы жить. Я обгораю на открытом солнце. Моя экипировка не дает полной защиты от солнца. Надо зайти в тень, чтобы восстановиться. Или я получу... А давай просто, ну, нырнем в море. Господи, в океан. Бля, отпуск. Господи. Ох, хорошо ты как. Ох. Вода теплая, пипец. Сейчас. Ту-рум. Ту-рум. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Морская звезда. Ммм... Вкусно. Патрик. Жизнь кайфово. Стой. Стой. Я только съем тебя. Только съем, Себастьян. Себастьян. Стой. Стой. Ладно, ладно. Все. Все, хорошо. Господи. Там бар в 100 метрах к югу был. Это же Гавайи. Мой дорогой друг. Действие происходит в 1513 году. Когда Гавайи еще не изобрели. Извини, пожалуйста, что разочаровываю тебя. Но геометрию знать надо. Тяжело говорить с умными людьми. Ой. Ну, наоборот. Тяжело не говорить с умными людьми. Или как там было? Больно, а есть какие-нибудь мурены? Прикинь, мурену просто поймать и бить ей врагов. То есть, это как ремень, но с зубами. То есть, прикинь, ты будешь бить всех кнутом с зубами. Жесть. Скажи, круто. Мурены. Так, палка готова добыть камень. Что-то есть камень. Подожди. Из моллюска ты вытаскиваешь моллюска? Я как раз жрать хочу. Десять минут вытаскивал. Так, хорошо. А вкусные? Вкусные. Так, я возьму. Тут есть моллюски. Мы с голоду не пропадем. Вкусно. Вкусно. Боль в животе. А, блядь. Вы заболели. В результате внешних воздействий вы получили статус болезни. Существует несколько видов болезни. Ожоги, простуда, рана, лихорадка. Ну все, короче. ГГ. Бля. Надо выкопать ямку. Рано еще. Оружие ближнего боя. Деревянное копье. 40 минут валандались, сделали себе копье. Меткий глаз, крепкая рука. Он точил палку всего 40 минут. А как часто точите палку вы? И сколько по времени это у вас занимает? Пять раз в день? Выходные тоже пять. И че, как палка не стирается? А твой стрим минут за пять смогу. А мы точно про палки говорим? О, привет. Опа. Охотник. Моя первая добыча. Ну, кроме тех, которые не могут шевелиться. Еда. Царь природы. Царь во дворца. Как говорила Эйва. Нужно брать только столько, сколько съешь. Поэтому я убью всех на этом прижу. О, сука. А, блядь. Я обжегся. Солнечный ожог. Ох. Хорошо-то как. Господи. А, это соль. Какая неженка. На солнце вышел ожог. В воду залез. Простуда. Чел, я когда приезжал в Анапу последний раз, года три назад, я на солнце был полчаса буквально. Я сгорел просто нахрен. Потом облезал. Несколько дней меня температурило. Наружи? Это страшная тема. А где палки-то? А, это длинные. О, это длинные палки. А надо короткие палки. А можно длинные палки, но укоротить. Сделать из длинных палок короткие? Нет? Ну, это было бы, наверное, логично как-то. Нет? Видимо, нет. Прикинь, берешь палку. Берешь деревянный топор. Рубишь длинную палку на две короткие. Че вообще? Себастьян, не бойся. Не бойся. Все хорошо. Все. Не бойся. Не бойся. Не буду я вас трогать. Господи. Вот эта вот неловкость, когда ты, ну, идешь за кем-то, да? И ты с ним идешь, ну, с одной скоростью. И длительное время. И он такой думает, что ты его преследовать начинаешь. И ты начинаешь испытывать от этого, ну, ты понимаешь, что это выглядит не очень. И ты начинаешь, как бы, ну, испытывать дискомфорт. Вот и с ними, я думаю, примерно так же. Бывало такое у вас? Начинаешь идти быстрее, чтобы обогнать, и человек начинает убегать от тебя. Да, блин, я последний раз даже пришлось топор выкинуть, чтобы, блин, совсем не пугались. Топоры до времени. Проверь физику в игре. Деревянное копье. Кинь в воду, всплывет или нет. Сначала нам с тобой нужно прийти к согласию по одному вопросу. Смотри, если оно не всплывет, то хорошая эта игра или плохая? Уга-пуга, уга-чага, уга-пуга. Уга-пуга, уга-чага. Простите. Технически оно воткнулось, да? Смотри. Оно плавает. Что? Оно плавает, копье плавает. Ну, то есть, это хорошо или плохо? Подожди. Табак, что? Простите. Может, самокрутку? Мне сейчас нужно... Твою мать! Ах, эти комары. Красное яблоко! Что? Красное! Вкусное! Это как вчера. Привет. Это Генри. Я ем уже десятое яблоком. Я ненавижу яблоки. Вот так вот мне нихера делать. Узкие листья, желтые листья. Почему одни листья желтые, а другие узкие? Кто-нибудь может объяснить? Типа, логично было бы, чтобы были зеленые и желтые листья. Или узкие и широкие. По реке плывет кирпич. Деревянный. Как стекло. Это Long Dark? Это Long Hot. Я думаю. Так, еще немного палочек. Да почему оно не разжигается-то? Господи, это какая-то хреновая штука. Кто-нибудь когда-нибудь палками разжигал вообще огонь? Я разжигал. Тут 20 минут недостаточно. У тебя такие мозоли на руках потом будут. Берешь, короче, палочку. Палочку, веревочку. И упираешь эту палочку перпендикулярно в дощечку, в бревно. Желательно, чтобы там было наживлено небольшое отверстие такое. Ну, гвоздиком можно пробить, чтобы палочка не слетала. Потом, короче, эту палочку бешено вращать начинаешь. Вот, потом просыпаешься. Сейчас мы будем робинзонить по полной программе. Тихо-тихо, Себастьян. Стой, стой. Где твой друг? Бебастиан. О, Кекастиан. Кекастиан, стой. Ты посмотри на эту скотину. Бубастиан. Готов, отлично. Так, а что у нас это такое? Подожди, при смерти? Чего? Солнечный ожог. Надо одеться. Обжигающее солнце. Боль в животе. О, черт. Сандали. Блять. Вы получили травму. В результате длительного процесса вы получили травму. Ты что, прикалываешься? Чел, мы и так при смерти. Ты какую травму там получил? Что? Легкий порез. О, блять. О, легкий порез исчез. Что это? Это восстановление здоровья. Лечение ран. Принять лекарства. Порошок и змей и пауков. Ни змей, ни пауков я тут не видел. Есть мени, когда я их увижу, я умру. Разместить лестницу? У меня есть... What the fuck? Откуда у меня такая лестница? Как я это сделал, господи? Как я это сделал? Кто-нибудь, расскажите мне, я начинаю себя бояться. Блять. Блять, ты что творишь-то, ёпта? Привет. Это что? Это перо? Это чер... Что там черви? Господи. Вот яйцо я, пожалуй, одно заберу. Тут семь яиц. Сегодня яишенку делаем. Сейчас и мама приветит. Ха-ха-ха. Блять, давай прыгать. Молодец. Так, вот, все. Плохая видимость исчезла. Рисуй. Три часа рисовал. Япона, мать. Обучение завершено. Теперь можете умереть. Вау. О, боже, дождь пошел. Хлебное дерево. Там хлеб растет? Обалдеть. Жареная яичница. Блять, круто. Всю ночь яичницу себе делал. Вот это я понимаю кайфушка. Кулинар, смотри, четвертого разряда. О, смотри, сейчас будет мясо. Сейчас жертвы наготовим. Постепи, пяо. KFC начало. Не KFC, а Rostix. О, жареное мясо. Ну все, живем. Кайф. Сейчас мы ляжем спать. Нет, сначала вкусно попьем. Вкусно покушаем кокосовую мякоть. Вот, и после этого поспим до темноты. То есть, 8 часов. Заодно, возможно, выздоровеем. Блять, как же мне больно-то, господи. О, тирея, бля. Я все засрал здесь. О, боже. О, господи. Пойдем искать грот. Моя жопа как тромбон сегодня. О, господи, боже. Ладно, хоть темно. Спокойно курица. Я уже поел, так что диарея. Вы невкусные какие-то. Примитивное средство от всех форм несварения. Дает временную защиту от прогрессирования. От прогрессирования. Злечивает первых 1-2 уровня болезни. О, черт. То есть, полностью не излечит. Диарея становится лучше. Пойдем еще искать. Темно. Боль в животе. Куча скорпионов. Проверить карту на стене. Вот так. Все свободны. Фу. Фу отсюда. Я думаю, скорпионам фу говорить. Ну, это такое себе, да? Ну, откровенно, тупо. Карта острова надежды. Так, мы находимся здесь. Нам нужно пройти через горы. Мы вообще вот здесь вот жили все это время весь стрим. Письмо Понце. Наш капитан, Хуан Понце де Леон, пережил крушение корабля. Волны вынесли его на этот остров, но раньше, чем меня. Он обнаружил этот грот и сделал его своим временным убежищем. После того, как всегда, начал действовать. Подготовив временный лагерь, капитан начал изучать этот остров. Он назвал его островом надежды. Во время очередной вылазки он услышал далекие пушечные выстрелы. Это был сигнал с одного из наших кораблей. Капитан оставил эту записку, затем спешно собрался и отправился на звук выстрелов. Он спешил на помощь своей команде. Его подзорная труба, позабытая в спешке, так и осталось лежать на другом конце острова. Если я найду ее, то смогу осмотреть окрестности этого острова. О, подожди. То есть, если я эту живую воду выпью, у меня... У меня при смерти исчезнет? Оставляю тому, кто найдет эту бутыль, живой водой, чтобы он мог поправить свое здоровье, если пострадал в кораблекрушении. Удачи тебе, друг. А ну, а ну. А ну. Ого. Ого. Ммм, вкусно. Видите? А вы говорили, хотя бы 20 минут еще проживи. У меня все здоровско. У меня нет шанса смерти. И вообще, смотри, у меня костер, у меня своя пещера, у меня сут скорпионы, у меня есть копье. И типа, я при этом знаю, куда идти. Понимаешь? Вот так вот оно и работает. Настоящий, понимаешь, выживатель этого дела. Ммм, ммм. Так, сок ромашки нам не нужен. Жареная яичница нам не нужна. Оля, только не... Трескучая змея. Чат, нам нужна какая-то, ты знаешь, музыка. О, сейчас лобстеров нафигачимся. Жесть. Еда. Ну, стой. Чё? Где эта тварь? Они в траве, я чувствую их. О, черепаха! Оля, черепаховый суп. Я иду. Я не могу этого сделать, она слишком милая. Хотя, ладно, как бы. Вкусная, наверное. Блин, он убил Микеланджело. Да, конечно. Именно так я и сделал. А чё он? Это природа, это выживание, друг. У меня есть длинная палка, кому показать? Не знаю. Нам покажи. Колобаху разрушения свое. Какого ты рассказываешь, чел? Ты, мама сказала? Ой, блядь, как неправильно звучит. Короче, радостью тебя, друг. Вот он мой дом. Как вам мой домино? Просто вскоре какая-то, короче, лежанка такая. Тихо, Клонька. Ты сегодня не в моем, так сказать, вкусе. Опа-на. Посмотри сюда. Ну, привет. Ах, только под ноги надо смотреть, какая-нибудь змея или... Бля, скорпионы. Буд бы камень найти. Было бы хорошо. Бля, мы их кулаками сейчас бить будем? Класс. Бежим. А что, он меня не укусил? Правильно? Я могу рыбачить, но у меня нет удочки. Блин. А там рыба. Я сейчас ее поймаю. Ху. Сука. Стой. Стой, блядь. Стой, рыба. Стой. Стой, сука. Сука. Получи рыба. Блин, я не могу ее взять никак. Но это тупо. Вау, 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 вау. Я что, тонул? Чуть не утонул, пока ловил рыбу. У меня атлетик растет. Я скоро реально как робинзон буду. Слушай, в этой игре столько параметров, она реально офигенно в этом плане. 5 основных правил выживания в дикой природе. Ешь, пей, как и спи. Веселись. Да? Я сдал зачет. Где мы берем широкие листья? Можно добыть из некоторых растений широкими листьями. Спасибо, игра. Так, тихо, тихо, тихо. Тихо, блядь. Как же они зассали. Когда увидели, что это интеллектуал просто умеет по деревьям лазать. Сразу свалили. Наше задание, добраться до места рядом с бухтой. Понсо да Леон изобразил на своей карте место, где лежит труба. Я должен найти это место. Ну, идем на фак. Блин, так он очереет. Пока мы делали эту повязку, уже ночь наступила. А-а-а, завтра пойдем. Так, вот этот чмо хвостатый вон оно. А мы пока что обойдем его. Не самое лучшее место, если я тут какой-нибудь, я не знаю, там леопард встретит. Будет плохо. А, блядь. Ты чего наделала? О-о-о, а не укусила. Просто затаилась, тварь. Мелкая отравления. Да это мелкая. Нормально. Все хорошо, чат. Отсоси яд. Зачем? Я не дотянусь. О, красиво как. А либидерчи? Не-не-не-не-не, все нормально. А, блядь. Да хватит. Хватит игра, блин. А, блядь. Хватит мне бить. Есть инфа по Зельде на пока. Блядь, я камень выбросил. Вон он, мой ножик. Да, бля. А, это гнездо ее. Яйца. Так, подожди. Яйца собрать все. Бля. Сука, ты огребаешь. Этот, а где мой топор? Он воткнулся тебе в лоб? Что такое, а? О, сука. Топор отдай. Нет, блядь. Правильно, блядь. Сейчас ты у меня гребешь. По полной программе, ты понял? Сегодня мы едим орлину. Орлеану. Так, яйцо было в ней. Птичка. Песнь о золотой эпохе. И с того дня, как воздвигнут был... Да я жрать хочу. Знаешь, в этом месте слишком много животных. Это проблема. Кюбач. Господи. Вепрь. Бежим, блядь. Бежим. Ой, блядь. О. Ой, блядь. Кэш. Кэш. Я древесный житель. Я тебя убью. Блядь, я не знаю, что такое древесный житель. Чё ты его боишься? Ну, один вон чел не боялся, как бы, кабанов. И после этого Игра Престолов произошла, да? Это не еда какая-нибудь растет? Здесь, я не знаю, какие-нибудь конфеты. Уфрески. Конфеты, говорю, ягоды. Конфеты, кстати, вы знали, что растут на кустах? Антрикоты, антрикоты и миндаль. Не растут в жопе. Не растут в жопе. Очень жаль. Дурак Макду. Джексули. Вот он. Там, блин, целый это. Целый какой-то форт. Воу. Трупешник. А есть пистолет какой-нибудь или сабля? О, его с талактитом убило. Это конкистадор какой-то. Карта испанского мертвеца. Карта с размытыми надписями на испанском языке, где отмечено место какого-то лагеря. Похоже, испанцы уже побывали здесь задолго до нас. Так, а мы сейчас находимся, походу, где-то вот здесь, либо вот здесь. Хер его знает точно. По-моему, в игре есть вот это вот. Ну, положительное такое-то, знаешь? Дух исследования, там, приключения какого-то. Как в старых книжках. Почему они не убегают? Схема индейской обсерватории. Эта система построек напоминает древнюю обсерваторию. Похоже, звездочет наблюдал за небом с разных локаций и отмечал координаты звезд с помощью прицельных арок, расположенных на острове. Локация Остров Надежды. Так, вот факт, пещера. Что-то здесь столько замут прикольных. Воу, круто. Загадочно. Да, скажи. Сломанная плита. Такой печальный. Плеу, опять делать жертвоприношение. Песня о птицах. Мудрейшими среди четырех племен было племя птицы. Говорили они с ветрами, читали звезды, словно письмена, и знали их имена. Ведали они все о штормах и морских водах, о приливах и течениях, о сезонах дождей и о перерождении луны. И не держало племя птицы знания при себе, но делилось ими со всеми, за что и было уважаемо каждым племенем. Ибо не было в море пути безопаснее, нежели невидимые тропы, указанные мудрецами птиц. Ну то есть течение, да? Что это, что это? Зелье птицы? Зелье птицы. Я смогу летать? Сила птицы? Индейское лекарство сделано на основе живой воды. Во время, на время позволяет видеть животных сквозь преграды в режиме концентрации. Так, кайф. Оно портится? Вроде нет. Вот какой-то звезда... А, это просто дерево. Я думал, тут какой-то скелет сидит. О, 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 блядь, о, о. Вот. Ну, с другой стороны, это же не просто так все делается, да? Не все понимают? Да. Просто, чтобы вы понимали, все на самом деле по плану идет. Я, в общем, двигаюсь четко куда хочу. Просто интересно было, ну, пойти не по тому пути, который запланировали разработчики. Вот. О, там уже землю видно. Кайф. Видите? О, 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 блядь. О, 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 блядь, больно. Кайф. Вот, в общем, теперь осталось спуститься вниз и, ну, сделать это... О, 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 блядь. Изи. Паркур. Так, хорошо, сюда. Смотри. Теперь нам нужно просто чуть-чуть отдохнуть. Вы спросите, как, а я вам отвечу. Я, как обычно, имею ответ на этот вопрос. Поэтому, друзья, просто расслабьтесь. Хорошо? Вот здесь, вот в этом тихом месте мы сможем... Мы сможем... Мы сможем... Не здесь, в другом месте. У него была тактика. По-прежнему не верит в меня. Ну, это как бы такое. Вот просто оп. Смотри. Опа. Оп. За 29 минут сделал себе сочевальню. Кайф. Вот. Теперь просто отдыхаем. Отдыхаем здесь... Ну, буквально недолго, на самом деле. Вот так вот примерно, да? На солнышке пригрелись. Отдохнули. Кайф. Вот. Здоровье понемногу восполнилось, как видите. Почему не здоровье не восполнилось, интересно? Наверх нам не надо больно падать. Я больше не упаду. Блядь, больно-то как, господи. Чё, ты не поверишь? У нас легкие проблемы. Блядь, больно-блядь. Вот и всё. Собственно, прошло, как говорится, без сучка, без задоринки. Осталось немножечко восстановиться. И быточек... Блядь, я простудился. Как я простудился-то? Ну, я, блин, на ветре, конечно, был. Ну, шо там? Да в отпуск уехал. На остров. Дикая природа. Как бы океан вокруг. Красиво. Нормально. Хожу, здороваюсь с местными, парочку съел. Ну, в принципе, всё хорошо. Только, оказывается, ромашковый чай не лечит от простуды. Вот. Зато лечит от поноса. Но теперь, когда я это знаю, жить стало, ну, вдвойне интересней. Это для потенции? Я не знаю, я не пробовал. Змея, говорят, это для потенции. Будем проверять. Отпуск в тропиках не задался. А чё не задался? Вот этот у меня уроки. Бери Вишну, всё же хорошо. Посмотри в змее. Откуда я уже, блядь, открывал эту змею. Ну, короче, главный герой, он качкоруки, он не может её съесть. Ему нормально, короче, просто хвост и оторвать, и ходить всем показывать. Изморозь. Чё ты хочешь, а? Чё ты хочешь, а? О, блядь. Сука. Давай сюда, давай. Давай смело. Давай, сука. Давай раз на раз. У меня хп мало как раз, давай. У тебя все шансы. Давай, давай. Давай. А. Блядь, эти птицы я ненавижу. Блядь, эти ёбаные почемучки бегают тут. Иди в жопу. А почему? А почему ты тут сидишь? Блядь, почему вот это? Саня, давай укусим его. О, прочая хуйня. А кокосов нет. А где кокосы? Кокосы где, блядь? Деревья есть? Ну, то есть пальмы. А кокосов нет. Я тебя пить не буду, не бойся. Бить тебя? Блядь. А, лёгкая жажда, больно. Я тебя сейчас пить буду? Что это? Это финики. О, финики, это кайф. Все финики собрать. Ща наточимся их просто до поносище. Бля, шанс не с варенья и воды не добавляет. Вкусно. Все съел. Что это? Что это такое? Что это? Что? Что это? Это что? Это ремонтный набор? Бля, больно. Отремонтировать и мой желудок, я не знаю. Потому что я хочу воды. О, блядь. О, да. Живем. Вкусно. Вкусно, господи. Спасены. Старый кокосовый орех. Блядь, я сломал себе палец. Что, больно? Ты порезался? Какой же ты придурок, господи боже. Ой, блядь. Простуда второго уровня. Отравление второго уровня. Быстро, быстро, быстро. Опа. Бля, я уже охотятся на меня. Бежим. Шо? Шо, блядь. Давай, давай, давай. Ножик верни, сука. Я тебя, блядь, забыл спросить. Ты. Это яйцо мое. О, кайф. О, сука. Беги. Беги, блядь. Шалфей. А из шалфея можно сделать каких-нибудь лекарств. Там соберем его. Как звучит умный выживальщик. Ну, из шалфея можно там каких-нибудь лекарств сделать. Нет, у меня не оба... Блядь. Да иди в жопу. Сука, иди, блядь, отсюда. Сам выбрал свою судьбу. Ублюдок. Получи. Говно. Песнь об обретении источника. И были вернувшиеся четверо первых свежи и молоды. Я думал, что это... Блин, это просто... Это просто песень. Зачем мне песень? Орел ночью яйца заберет. Я ему заберу. Я у него сам яйца заберу. Понял? Звучало как-то не очень украшающе. А как я наверх поднимусь и себе? Блядь, со скалы упал головой вниз. Я же не знаю дорогу обратно. Самое хорошее, что здесь не водится ничего страшнее гребаных енотов бешеных. Ну и, блин, глупей смерти. Нет. Нет, блядь. Я, блядь, прости. В крапиву обтерся. О, тут все в крапиве. Сейчас. А, блядь. Да, все меня пиздит в этой игре. Извините, конечно. Сука. Бля, ребят, идите в жопу, а. Ты, сука, я тебя сейчас на ремни пущу. Блядь, ебаная крапива. Ненавижу эту игру. О, сука. Повелитель природы. Страшно тебе? Страшно? Это потому, что у меня факел. У меня факел. Ты понял, беги. Почему ты не бежишь, ты? Сюда, сука. Лисица сраная. Я подобрал ее целиком. А зачем? Зачем тебе лисица? Ты будешь ее есть прям так? Ммм, вкусно. Ну, блядь, я еще отруванулся от нее. Ты что, сырую лису съел? Да, с говно. Блядь, ты, сука. Ты кто такой? Да, блядь, да что с вами не так, ебаная рот? Игра расслабляет? И легонько так, я бы сказал, расслабляет. Блядь, что вы все шипите на меня. Я же вас не трогаю. Где-где? Нет. Вода? Вода чистая. Господи. Я буду пить. Ммм, вкусно. Ммм, вкусно-то как, господи. Так вот, что они здесь делают. Они здесь мне завидуют. Ну, вон там что-то светится, да? Поустроу кто-то ездит? Вы это слышали? Так, даже веревка из Лиан. Я же делал веревки из Лиан, серьезно. Вот, вот веревка из Лиан. А, ну. Создано. И у нас насморк появился опять. Ты серьезно? Ты, ты пока делал веревку, у тебя опять насморк появился. Ты, типа, ты даже не прикалываешься. Вот в чем проблема, понимаешь? Ну, Лё, посмотри, какие агрессивные ублюдочки. Ублюдочки маленькие. Человек или лисица? Блядь. А где мой ножик? Окей. Не больно-то нам и нужен был этот ножик, верно? У нас еще камни есть. Давай сделаем еще. Крафт на станке. Господи, Блэд. Да что ж ты так со мной игра-то? Ну, типа, ты реально каменное копье без верстака не можешь сделать? Это мне Вархейм напоминает. Прям супер жестко. Не могу, он на меня, блядь, охотится. Сука! Блядь, даже комары пытаются меня убить. Вы заебали. Вы каждый свой лесок вот этого, да, охраняет? Или что? Ебнутые какие-то все. Просто ужас. Где ты, блядь? Че, блядь? Ты кто, блядь? Слушай, а может быть, это ты не в тот район пришел, а? Сука. А, блядь. Ты кто? Ты кто такой? На огонь пришел? Шакал. А, бля, как больно. Насморк, ты пройдешь или нет? Сколько можно? А Тит еще потом появится. Соткнись. Не говори такие вещи тут мне, понял? Насморк где? Я в горах лазил, в общем. Там очень ветрено, я простудился. По дороге меня три раза укусила ядовитая змея. Несколько раз укусили бешеное животное. Орел когтями разодрал мне спину. В общем, дела наши не самым лучшим образом прошли. Это все из-за того, что я начала смотреть. Бля, игра, ты просто троллишь меня? Ты зачем это делаешь? Она натурально просто, ну, буллит меня, понимаешь? Давай. 12 часов гори. И вот так вот, оп. Ты не разжег. Ты что ж с тобой не так? Господи, чел. И теперь спим. Отлеживаемся. Пока нас не попустят. Чет вообще, знаешь, поэтому давайте-ка на сегодня подвязывать. Что-то я уже наигрался на самом деле. Спасибо большое за компанию. Увидимся на следующих стримах. Стримах обнимаю вас. Целую в десна. Всех, как говорится, люблю. И всем, соответственно, друзья, пока. Стримах обнимаю вас.